Уникальный лифт, способный поднять стадо индийских слонов и опустить на глубину в полтора километра роту солдат. На руднике Таймырский уже более 20 лет функционирует один из самых мощных подъемников в Европе. Как он устроен, расскажет Ольга Хохлова. Так, каждое утро начинается рабочий день горняка. Дорога на участок долгая. Сотни человек спускаются на глубину полутора километров. На рабочие места их доставляют огромные клети или другими словами лифты. За раз они могут перевезти около 80 рабочих, а при необходимости и крупногабаритную горную технику. Разовые спуски обеспечивают до 38 тонн в шахту. Но это касаемо у нас неделящейся, скажем так, вещей, как канаты, 30 тонн и погруза доставочной машины. Рудник Таймырский работает с 1974 года. Он по праву считается одним из самых глубоких в Евразии. При спуске под землю закладывает уши. И неудивительно, скорость лифта 6 метров в секунду. Тем не менее, чтобы оказаться в шахте, хватает пары минут. Надежность и устойчивость к лети во время спуска обеспечивают 4 мощных стальных каната. 1 метр весит 10 килограммов. А значит, общий вес тросов почти 60 тонн. При обрыве хотя бы одного из них лифт начнет вращаться. Три каната нельзя. Они определенные свитки. Левый, правый. Чтобы как-то гасить направление. Потому что при растягивании каната он начинает вращаться. Обязательно четное число должно быть. Работает установка благодаря сверхмощному двигателю. Он тратит огромное количество энергии. Подобно полуторам тысячам чайникам, включенным одновременно. Любопытно, что следит за работой такого гиганта девушка. Перед ней пульт управления подъемной машины. Множество датчиков следят за напряжением и глубиной, на которой находится лифт. И даже контролируют угол его наклона. Но привести кабину в движение оператор может лишь по сигналу специальных людей. Стволовых. Они дежурят на каждом уровне шахты. Вообще по сигналам. Чисто девочки стволовые нам дают сигналы. И мы начинаем движение, останавливаем. Или стволовые. Если в ремонт, мы работаем с техническим персоналом. Слесарином дают сигналы. Вот я могу только в ревизии сама двинуться. А так машина не двинется без сигнала. Несмотря на большие размеры грузоподъемника, высокий уровень технологичности и непростую систему контроля, в основе лифтового механизма обычный противовес, который придумали более двух тысяч лет назад, еще в Древнем Риме. Противовес 40 тонн. И движение подъемных сосудов, вот именно плетей и противовеса происходит за счет передачи сил трения на подъемные канаты. Канаты перекидываются, ну, скажем так, перекатываются по вот этому шкиву. Шкив трения называется. Они не наматываются, а перемещаются. Мотор вращает катушку, а тросы перемещаются вверх и вниз, тем самым поднимают или опускают лифт с пассажирами. Вот такое сочетание элементарных законов физики и новейших технологий. Стволовые машинисты подъемной машины обеспечивают ежедневную работу горняков Таймырского. В том числе, благодаря им, рудник перевыполняет план. Годовой показатель в 3 миллиона 400 тонн руды будет достигнут за 10 дней до Нового года. Ольга Хохлова, 7 канал, Новости 24, при поддержке телекомпании «Северный город», Норильск.